В Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась пленарная дискуссия «Жизнь лучший учитель». Я бы хотел, чтобы учебные программы, которые принимаются на федеральном уровне, отвечали требованиям времени. Какую программу для социальных предпринимателей реализует Казанский университет? Программа реализуется для того, чтобы слушатели, социальные предприниматели, смогли разработать проект в сфере социального предпринимательства, которые в последующем они могут подать на получение гранта. В чем ценность рукописи Алишер Наваи? Проект предусматривает описание рукописи Наваи в собраниях Российской Федерации. Начали этот проект уже 50 лет назад, к юбилею Наваи, в очередном году, 575 лет садия рождения великого поэта. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в суде Елизавета Никитина. 13 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла пленарная дискуссия «Жизнь лучший учитель». Какие актуальные вопросы были вынесены на повестку дня, узнаем в сюжете. В рамках международного онлайн-форума «100% Татарстан», проходящего с 12 по 14 августа, эксперты ведут диалог об образовании, развитии науки и технологий, ситуации на рынке труда. Не менее важными были и другие темы. На этом форуме будут обсуждаться вопросы и дошкольного образования, и общего образования, и создания инфраструктуры, и высшие учебные заведения. В целом, сегодня система образования нуждается в поддержке. Главной фигурой, мы всегда говорим, это ученик. Мы сегодня должны воспитывать такого ученика, выпускника на выходе из школы, готовых к нашей жизни, к жизни в нашей стране, в нашей республике. Я бы хотел, чтобы учебные программы, которые принимаются на федеральном уровне, отвечали требованиям времени, привлечения новых кадров, педагогических работников, вместе с повышением и материальных доходов его величества учителя, они остаются актуальными. К участию в пленарной дискуссии «Жизнь. Лучший учитель» в очном формате были приглашены академик Российской академии наук Алексей Семенов, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Одной из активно обсуждаемых тем стали преимущества внедрения новых технологий в образовательный процесс. Мы используем все эти технологии при подготовке учительских кадров, полностью интегрируясь со всеми практически IT-компаниями, которые работают на территории Российской Федерации. Для чего это нужно? Чтобы сегодня все эти технологии будущие учителя уже осваивали, в стенах нашего университета являясь еще только студентами. И у нас есть три собственные школы, два лицея в Казани и один в Елабоге, где одновременно занятия со второго курса ведет уже преподаватель дипломированный, школьный и будущий учитель. То есть преподаватель дипломированный может стать уйти с занятий, студент наш второго курса должен суметь продолжить эти занятия. В рамках мероприятия дискуссии велись на нескольких площадках. Полная запись выступлений доступна на сайте 100.татарстан.ком. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Казанский университет впервые реализует программу обучения для социальных предпринимателей. В чем особенность этого проекта и кто принимает в нем участие? В Казанском университете реализована бесплатная специализированная образовательная программа повышения квалификации под названием управление проектами в сфере социального предпринимательства. Программа состоит из двух частей. Первая часть теоретическая, посвященная бизнес-процессам, бизнес-моделям работы и другим. Вторая практическая, она направлена на разработку проекта в сфере социального предпринимательства. Программа реализуется для того, чтобы слушатели, социальные предприниматели смогли разработать проект в сфере социального предпринимательства, который в последующем они могут подать на получение гранта. Отметим, что грант выделен Министерством экономического развития Российской Федерации для всех регионов. В свое время КФО одним из первых в России запустил специальный программ по социальному предпринимательству. Это было еще в далеком 2015 году. Но тогда еще на законодательном уровне даже не было понятия, кто такие социальные предприниматели и что такое социальные предприятия. Вот эти понятия были впервые введены в 2019 году. И сейчас такие программы стали носить более целевой характер. Участники программы – это действующие предприниматели, которые уже больше года ведут свою деятельность. Одна из участников Елена Булюхина начала свою работу в сфере социального предпринимательства в 2014 году, когда открыла Центр детского развития. Очень рада, что уровень интенсива обучения для социальных предпринимателей был очень высокий. Как я говорила уже, то есть у меня были обучающие программы федеральные, но вот я два дня, сколько у нас было, опять шесть часов, я сидела, не отрываясь, как и все остальные. Действительно были подобраны компетентные преподаватели. Огромное спасибо. Спасибо. Интересные, которых интересно слушать. Молодые, у которых было очень много интересной современной информации. По окончании программы 31 августа любой из 78 социальных предпринимателей сможет подать заявку на грант. Джамини Баева, Хафиз Гараев, Универньюз. Казанский университет стал победителем конкурса на получение грантов Российского научного фонда. ВУЗ получит финансирование в размере 128 миллионов рублей. На проведение исследований научной лаборатории мирового уровня. Все подробности далее. Главной целью проекта является разработка новых методов по облагораживанию тяжелой или битумной нефти, составляющей 60-70% от всего запаса нефти на планете. Разработка ее довольно трудна в силу высокой вязкости и плотности. Это работа многопрофильная, требующая усилий специалистов из разных областей. Основная цель проекта заключается в проведении систематических, междисциплинарных научных исследований, начиная от разработки катализаторов с высокой эффективностью, с учетом требований, предъявляемых к ним особенностями нефтяных месторождений, и, конечно, заканчивая созданием готовой технологии и их применения. Так ученые Казанского университета разрабатывают каталитические системы для подземного облагораживания тяжелой нефти. Частичная переработка будет проходить еще в пласте, благодаря чему из скважины будут добываться нефть гораздо более высокого качества и объема. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить работу вместе с нашими зарубежными коллегами. В конечном итоге ожидается разработка более энергозаберегающего, экологически чистого и эффективного метода. Кроме того, в рамках проекта планируется решить важные задачи. Это детально изучить этапы формирования активной формы катализатора и установить механизмы работы каталитических комплексов. Отметим, что научным руководителем исследований является профессор мексиканского института нефти Хорхе Анчита, а индустриальным партнером АО «Зарубежнефть». Напомним, в 2020 году Казанский университет стал победителем конкурсного отбора на создании научного центра мирового уровня по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюс. На протяжении пяти лет ученые занимаются описанием рукописей Алишерного АИ. Подробности о масштабном проекте «580-летию поэта» узнаем в сюжете. В отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Лобачевского находится почти 6 миллионов бесценных изданий. Одни из них – подлинные сборники стихотворений тюркского поэта, суфи и государственного деятеля Алишера Наваи, сделавшего тюркский язык языком высокой культуры. Профессор Российской академии наук Илья Зайцев поделился, какое отношение к литературному тюркскому языку существовало в обществе до активного вмешательства поэта. Большое количество анекдотов было связанных с жизнью Наваи, которые были записаны. И вот один из анекдотов был такой. Когда этот человек, его оппонент, он опоздал на меджлис, на пирушку, и они хотели его заставить читать стихи, он отказался. И тогда один из собутыльников Наваи сказал, ну давайте мы набьем рот нечистотами. Он сказал, не надо, я лучше стихи по-тюркски прочитаю. Это говорит о том, какое отношение было к тюркскому слову, к тюркскому языку у этой образованной публики. К 580-летию со дня рождения поэта было решено составить отдельный том по Казанским собраниям, опираясь на фонд научной библиотеки имени Лобачевского. Проект предусматривает описание рукописей Наваи в собраниях Российской Федерации. Мы начали этот проект уже 5 лет назад, к юбилею Наваи. Очередному было 575 лет со дня рождения великого поэта. И 5 лет назад мы подготовили каталог, который назывался «Рукописи. Литографированные издания произведения Лешера Наваи» в собраниях города Москвы. Илья Зайцев выразил благодарность за совместную работу заведующей отделом рукописей и редких книг Эльмири Амирхановой. 9 сентября в Московском государственном музее Востока планируется открытие выставки, в число экспонатов которой войдут рукописи из фонда Казанского университета. Ариатна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!